Привет, ребят! Сегодня уже 27 сентября Сегодня день туризма Всех поздравляю с Днём Туризма Всех причастных к этому делу Хороших вам, ребят, дорог Интересных приключений Ну а я пошёл в Тимиртау прогуляться Ну и ещё какие-то дела порешать Вчера получилось перевести деньги, Саша, на карту Через золотую корону, если что Вот такая вот Такой вариант возможен Но всё же хочу сейчас сходить и попытаться сделать себе карту Хоть какого-то банка Посмотрим, что из этого выйдет Вот сейчас иду в Адбасы банк Это бывший Сбер Они переименовали его Посмотрим, получится или нет Банк пока закрыт Работает с 10 Пошёл прогуляться По улице Металургов Или проспекта Металургов Там есть арка Сейчас интересно Подойдём, посмотрим Вот здесь такая центральная аллея получается Просто сейчас тут что-то вскрыто Плиты ремонтируют Так она идёт прямо к арке Вот так вот, ребята, в Казахстане строится Вот христианский храм, да И через дорогу вот мечеть Исламская Делается это, знаете, для чего? Для того, чтобы показать людям Что делить веру нет смысла А вот, ребята, это арка, куда я шёл С надписью Тимиртау Вот так вот Классно выглядит В бывшем Сбере отказали мне И посоветовали Банк Джусан Вот сейчас как раз пробираюсь К нему Сейчас ещё там узнаем Делают ли карты Вот этот вот дом Рядом с корзиной Где Саша с Оксаной живут Здесь вот я пока обитаю На девятом этаже Ну а вон и банк Джусан С оранжевой надписью Рядом В общем, ребята Что и следовало ожидать В Джусане мне тоже отказали Тоже не делают они карты Говорят, нужно в миграционку Туда-сюда что-то Походу не получится ничего Такая ситуация Пойду прогуляюсь по городу Вон тут какие-то скульптуры Ну всё, раздолбанно Ремонтируют На следующий год вроде как Реконструкцию этой аллеи Собираются делать Сейчас вот, видимо, трубы Укладывают новые Смотрите, ребята Как дома разукрашены Интересно В национальном таком стиле Там ещё есть дома дальше Мне пока их не видно Гулять особо негде Весь город, все улицы в ремонте Практически всё перекопано Решил сходить в ЦОН В этот Центр обслуживания населения Куда вчера ездили с Баширом ИИН, где заказывал Они ж мне отказали Вот хочу узнать причину отказа Ну хотя бы просто так Для интереса Я и прогуляюсь заодно Листья падают Осень уже такая конкретная Сегодня холодно Ветер очень холодный Мозаики на домах интересные Практически на всех домах Что-то есть нарисовано Прикольно очень выглядит Этот монумент посвящен Афганцам Журавль Душа как журавль Кюльпан Разорванный снаряд Сквер Недалеко от центра обслуживания населения Куда я пробираюсь Листья уже падают Очень красиво Обратился я значит По второму разу в ЦОН Мне и сказали У вас не прошел скан паспорта Потому что там голограммы И они короче как бы отсвечивают Плохо видно было Давайте сделаем еще раз Блин Пришлось еще раз короче делать заявление Вот возможно сегодня или завтра Как-то решится вопрос СИИН Но тогда можно было уже сходить И получить свою карту Это было бы круто конечно Так что будем ждать Вот кстати о мозаиках Еще вот такие вот есть интересные На домиках По центральным улицам Вообще ветер сегодня холоднющий Сильный Решил прогуляться по дворам Здесь хоть не дует так Вот такие вот дворики Все дома разрисованы вообще Подошел к центральной площади Тимиртау Здесь очень много интересного Сейчас немножко походим посмотрим Вот такая вот у меня сегодня Экскурсия по Тимиртау Получилась Заодно и дела делаю И экскурсию себе провожу А вот это основной монумент С калеваром Так как Тимиртау город Металург Ну а за монументом Находится музей Первого президента Казахстана Казахстана Проходим через музей первого президента И там сзади располагаются Вот так вот заходишь За кустики И здесь такая ротонда Смачная Правда, исписана немножко А вот и дом культуры Тоже довольно интересный Тоже шахтеры, металлурги Везде Еще один сквер С различными фигурами для озеленения Я, насколько понимаю Или так просто Наверное, так просто сварено Не для озеленения Интересно Верблюды Всякая живность Там сцена, понимаю Для выступления летни Ну а там дальше За теми домами Река Нура И Самаркандское водохранилище Но отсюда не видно А тащиться Честно говоря, не хочется Что-то я подзамерз Различные всадники На конях Там еще, кстати Около реки Нура И водохранилище Есть еще пляж городской Но не пойду я Спускаться Здесь продолжение сквера Лавочки Каток Детские площадки Ну так вот интересно О И есть даже Предскажите Медведь В Ярославле Медведя Они поснимали Хоть здесь Поснимать Ой В Ярославле В Перми Медведи Они поснимали Снова вот такая Колоннада Интересные Возоны стоят Ну и Светина Любимая тема Лев Здесь еще Уйма Всякого Зверья Скульптур Сделано Еще одна Ротонда Там Что-то уже Разрушилось Частично Что-то еще Целое В общем Когда-то Было Красиво Но сейчас На данный Момент Немножко Все Подзаброшено На таком Состоянии Не крашено Разваливается Лева И лица У Левы Нет Морды Вернее Кирдык Всюду Львы Это Волки Наверное Там Верблюд Орел Гигантское Все Просто Гигантского Размера Сравните Масштаб Ян И Волк Выше Принят Скульптуры Короче говоря Сегодня я четвертый раз Уже пришел в ЦОН За получением ИИН И наконец-то Я его получил Вчера вечером Прислали СМС Вот Сегодня У нас Такой Холод И снег Даже идет Немножко Мелкий Сейчас пойду В Каспий банк Пытаться сделать Карту Каспия Должно Все Получиться Ну По крайней мере На это Надеюсь В прошлый раз Когда в Астане Заходил Мне сказали Нужен Загранпаспорт Нужен ИИН И в общем-то Все Сейчас проверим Интересные Солнечные Часы Ребята Чудо Свершилось Я получил ИИН И благодаря тому Что я получил ИИН Я уже сходил В Каспий Банк И получил Наконец-то Карту Каспий Голд Вот такая Вот история Пришлось Потратить На это Несколько дней Но все же Я это сделал Так что Поздравляю Сам себя Всем привет На улице Очень холодно Сегодня ночью Даже минусовая Температура Да и вообще Сейчас ночами Минусовая Я пошел Прогуляться Нужно Положить Денежки На карту Мне Саша Снял Наличными Теперь надо Закинуть на карту Которую я вчера Сделал На Каспий Ну и хочу Прогуляться По городу Поискать Какой-нибудь Рыболовный Охотничий Магазин Для того Чтобы посмотреть Себе палатку Потому что Это течет все Если найду То может Приобрету палатку Если нет Значит нет Придется с этой Со старой ходить Так что Вот такие пока планы Вот здесь Хороший вид Открывается На граффити На домах А я тем временем Положил деньги На карту Все у меня получилось В банкомате Вот Так что Теперь у меня Карта есть Со средствами Уже неплохо Хоть с небольшими Но со средствами И иду В магазин Мне тут Подсказала Оксана Есть охотничий Магазин Попробую Посмотреть Что там С палатками В Тимиртау Такие же Трамваи Ходят Как в Череповце Только Синенькие Пока Шел по пути К магазину Вот нашел Еще один сквер Вот здесь Тоже Какой-то Монумент Стоит Но непонятно Чему Посвящен Потому что В полуразрушенном Таком состоянии Вот видите Тут даже Когда-то Фонтаны Работали Но сейчас Все Плитка Выбита Мусор Везде Плавает В общем Не прибирает Ничего Такая Площадь Тут Элементы С колоннадами По краям Вот Но В центре Фонтан Тоже Неработающий Это Я так понимаю Управление Белый дом Тимиртау Акимат Или Акима Аппарат Акима Города Тимиртау Вот На той стороне Дороги Еще один Сквер С такими Арками Конуса Видными Ну и тоже Там фонтаны Все прочие дела Детские площадки Очень интересно Сделана Пешеходная Аллея Уходит Вот так В дом Через здание Проходит Прошли в здание Снова Выходим На улицу Прикольно В общем-то Деньги Две Тысячи Деньги Тысяча Деньги И еще У меня есть Пять тысяч Деньги Короче говоря Че я сегодня уже говорил Что я вот сделал То что сделал То есть Пополнил Карту Свою теперь Казахстанскую Там у меня есть Какие средства Вот налички Показал вам тут Немножко Что-то есть Я еще приболел До кучи Мне вчера было Очень плохо Не знаю Что со мной случилось В общем Слабость Головокружение Тошнота Какая-то Вот Сегодня Чуть получше Но все равно Это все присутствует Слабость какая-то Есть ничего Не могу То ли это Аклиматизация Идет Вот К местному климату То ли Я не знаю Может какую-то Ротовирус Я поймал Пока по всем Этим центрам Обслуживания Населения Бегал В общем Не знаю То ли я Прохватила меня Тут я В одной жилетке Выскочил на улицу Тогда холодно было На улице Погода Очень короче Паршивая Днем Хоть солнце светит Но холодно А ночью Вообще Температура В минуса уходит Надо мне сейчас Как-то из этого Все выбираться Для того Чтобы выехать Куда-то Где потеплее Хотя бы К озеру Болхаш Туда Для этого Где-то 450 километров Надо ехать Там уже будет потеплее Но еще лучше В Алмату И когда Я все это буду делать Я не знаю Завтра Послезавтра Ну вот уже Послезавтра Наверное Крайний срок Мне надо уезжать А может быть И завтра В общем Сегодня я порешаю Этот вопрос Вот такая вот ситуация Доброе утро В общем Сейчас действительно Раннее утро Вот А я уже нахожусь В городе Караганда Меня ребята Привезли Саня поехал на работу И со своим коллегой Меня привезли На машинке в Караганду Я сейчас пойду гулять И смотреть Караганду Без рюкзака Это будет Гораздо проще И легче Ну а потом уже Вернусь обратно В Тимиртау А завтра Скорее всего Если все хорошо То поеду Дальше И в Караганду Уже заезжать Мне будет не нужно Ну и еще По возможности Попытаюсь Посмотреть себе Палатку здесь Потому что Старая вся Течет Так я Офтимиртау Ничего не нашел Такие вот Скульптуры Интересные В парке Даже есть Какой-то Водоем Типа Озеро Что ли Там на нем Всякие Лодочки Кораблики Но тоже Все в таком Убитом Состоянии О Люди Даже рыбу На этом Водоеме Прогулка У меня Что-то у ребят Не получается У меня Уже Третьи сутки Как Счет Состояния Здоровья Короче Хреново Голова Кружится Меня тошнит Блин Я жрать Ничего не могу Вообще Есть Не могу Сейчас Пошел По парку Гулять Все Тошнота Подошла Короче Вроде Ничего Не евши Поэтому Нечем Просто Фу Сел на лавку Сижу Не знаю Что со мной Случилось Вообще Непонятно Беда Какая-то Насколько Я понимаю В парке Смотреть Нечего Несколько Скульптур Вот там Какого-то Озеро Ну и До кучи Все Короче Как бы Разваливаться Все как-то Пусто Непонятно Наделано Уйма Дорожек Различных И на этом В общем-то Все Как-то Я себе Центральный Парк Караганды По-другому Немного Представлял Тут вообще Реально Просто Делать Нечего Уйма Дорожек Различных Непонятно Куда Что Ведет Ну и Все То есть Можно Гулять По дорожкам И сидеть На лавках И Как бы Ну Больше Делать Нечего Смотреть Нечего Смотрите Дошли До Очередного Пруда Снова Короче Все В грязи Это Даже Тут Воды Немного Грязь Одна Вон Все Пересох Ну И Чайки Везде Лазят И На этом Все Не в обиду Караганде Я Пойду Поищу Более Интересное Место Потому Что Здесь Реально Вбуханы Километры Плитки На Эти Дорожки И Больше В общем-то Пусто Ну Абсолютно Неинтересно Пойдем Попытаемся В городе Что-нибудь Посмотреть Насколько Понимаю Национальный Инструмент Выбрался Я В город Вот Здесь Гостиница Караганда Такая Архитектурка Интересная Старенькая Ну И в городе Поинтереснее Конечно Чем В парке Вот То Что Я снимал Башенку С девушкой На шпиле Это Цирк Управление Культуры И спорта Карагандинской Области Здание Такое Интересное Зачем Я В спорт Я В спорт Такая В Палатки Одни Аутвенчер Ничего Я не выбрал Дрянь Потому что Конкретная Вот Что-то мне Совсем Паршиво Короче говоря Не знаю Не знаю Как По Караганде Гулять Холодно Еще Очень Такой Холод Собачий Просто Жуть Сейчас Посижу Немного Попытаюсь Прогуляться Еще Не знаю Что из этого Получится В Караганде Есть Мемориал Виктору Цою Звезда По имени Солнца Называется Вот Сейчас Пойду Попытаюсь Его Найти Пришел Это Громко Сказано Я Приполз На Мемориал Цоя Называется Звезда По имени Солнца Вот Сам Мемориал Так Вот Выглядит Моментив На колонне Фотки Цоя Вот Одна Из целей Выполнена Я Хотел Побывать На этом Монументе Я Здесь Все Получилось Почему Мемориал Установлен Именно Здесь Не могу Сказать Не знаю Возможно Тут Вон Ресторан Корейский Рядом Может Из-за Этого Не знаю Зашел Выпить Чашку Кофе Оксана На работе Поэтому Надо Мне Подождать Я Вот Посижу Пока В кафешке Попью Кофейку Сегодня Сегодня Темиртау День Города Вот Там Фейерверк В честь Этого События Запускает Уезжаю Мост Еще Перелезть Вот Эти Отбойники На ту Сторону Дороги Ну И В общем Буду Сегодня Пытаться Добраться В город Балхаш Снова Я В дороге Немножко Моя Болезнь Меня Отпустила Все Около Дело Стало На улице Очень Холодно Поэтому Надо Сегодня По-любому Мне Доехать До Балхаша Блин Это Далеко Где-то Около Ну 450 Километров Где-то Ветер Ледяной Просто Все Буду Добираться Занял Я Свою Точку Начинаем Автостоп На улице Солнечное Прекрасно Но Ветер Ледяной Очень Холодно Вот Еду я Все Мало Не знаю В сторону Балхаша В общем Пока Едем Все нормально Подобрал Машину Такая Красота Вокруг Степень Смотрите Друзья Везут Вот эти Лопасти От ветряных Мельниц Как Крыле Они Такие Здоровые Кажутся Вообще Снизу Когда Смотришь На нее Вроде Маленькая А тут Вон Какая Длиннющая Вообще Обалдеть Много Идет Машин Добрались До Населенного Пункта Аксу ЮАЛ Аксу ЮАЛ Не знаю Как правильно Аксу Аксу Аюлы Во Аксу 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 Чуть 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 Больше Половины Пути До Балхаша Вот Он Пошел Спать Засыпает За рулем Но мне Надо Дальше Пробираться Зашел Попить Чая В кафе Вот Такую Попил Короче Чай С булочкой С этим Не с булочкой Как В общем С мясом Забыл Как называться И мне Женщина Подарила Сникерс На прощание Просто так Это за то Что ты Путешественник Блин Прикольный Прикольные Особки Вообще Интересно Пока Никто Не останавливался Вот там Минут Наверное 15 Покушал Я в кафе Позагорал На дороге И вот Снова Шамал Меня Подобрал Снова Мы вместе Едем В сторону Полка Солнце Село Сейчас Темнеет Скоро Совсем Красиво В степи Добрались До Балхаша Короче говоря Это уже город Вот въехали Ну как Город Пригород До города Недалеко осталось Но мне наверное Хрен знает Как туда добираться Посмотрим Что я буду делать Сейчас еще Немножко Проедем На заправку Заскочили Не поехал Я никуда Далеко Вот добрался До гостиницы Кочевник Какой-то Сейчас Тут Балхаш Мотель Гостиница Кочевник Сейчас попробуем Узнать Дорого Стоит номер На улице Собачий Холод Так Это наше Темно Ребята Кайф Просто кайф Знаете сколько Я за это заплатил Что-то в районе 1300 Ну по нашим Деньгам Вот Короче Тут три койки Выбираю любую Я один В этом номере Вот Короче Как-то так Все кайфово Тут телик какой-то есть Он мне не нужен Без надобности Ну и все кайфово Я зато сегодня Не на холоде А в тепле Потому что на улице Просто бешеный дубак Ветер Холоднючий Пронизывающий Аж костеньем покрывается Вот такая вот история В общем друзья Я намылся Вот Попил водички С подаренной мне Шоколадкой Женщина в кафе Говорил Да я показывал Уже точно Что шоколадку подарил В общем у меня Такое состояние Вообще Полного непонимания У меня голова Кругом Я устал Я проехал Сегодня Пол тысячи Километров Вот Зарень Спасибо огромное Всем этим Многоуважаемым людям Баширу Вот Изначально Что меня вывез Затем этому Водителю Грузовичка Вот Замечательному Парню Джамалу Тоже огромное Спасибо Джамал Если будешь Смотреть Привет тебе И огромное Тебе спасибо За все Вот Так что я добрался Куда хотел На сегодня Ну и Наверное Надо просто Ложиться Тупо И отдыхать Потому что У меня реально Нет сил Вообще Ни на что Вот такая Ситуация Просто Ни на что Нет сил Ну все Не буду Больше ничего Говорить В общем то Я все сказал То что я хотел Доброе утро Выспался Я короче говоря Времени 9 утра Я тут Попил Кофейку Замутил На собственные Горелки Чтобы не пользоваться Всякими Кафехами Туда сюда Скипятил Водичка Была Своя Вот Ну и в общем Сейчас я Собираюсь Как то добраться До города Балхаш Это Ну 6-7 километров Где то На короче Таксиху Или что то Потому что Транспорт общественный Здесь не ездит А пешком Если туда и обратно Это сгоняю 14 километров Мне уже дальше Ничего не надо Вот Нужно как то Съездить Так вот Побыстрее Посмотреть Балхаш Ну и конкретно Озеро из города Я хочу посмотреть Больше то Наверное Вряд ли там Что то интересное Есть Ну и возвращаться Обратно Что то перекусить Ну и выдвигаться Дальше Я не знаю Ехать Вот в сторону Уже Алматы Вот Какие планы Дальше посмотрим Что получится Вот еду в город Балхаш Начало Города Друзья Я приехал В Балхаш И в общем то Сейчас гуляю По городу Балхаш Пробираюсь Я к озеру Балхаш Сейчас подойду Все вам покажу Стелла Балхаш По нашему Балхаш А по местному Балхаш Каласынын Что то там еще Вот Вот такая вот Стелла Интересная стоит Ну а дальше Вот туда вот Выход К самому озеру А здесь По карте Был показан Сквер На сквера Как понимаете Видите уже нет Все перекопано Видимо Интересен Вот Дело в том Что Воды Балхаша Здесь совершенно Недалеко от города Балхаш В 50 километрах Там есть такой Полуостров Он разделяет Как бы озеро На две части И с той стороны Этого полуострова Озеро Соленое Вода соленая А с этой стороны Вот где я нахожусь Оно пресное Вот этим вот Озеро Балхаш Отличается От других озер Такой вот Интересный феномен Природы Подходим К самому озеру Ветер только сильный Извините за звук Вот мы и на берегу Можно прикоснуться К этой воде Волгарской Вода прозрачная Чистая Волгарской Перебрался На мысок На такой Тут чайки Гуляют Здесь походу Какой-то Лодочная станция Вроде бы какая-то Или что-то такое Вдруг посмотрел я балхаш пошел прогуляться еще по городу ветер достал просто так вот ребята с бродячим котом мы пьем йогурт я ему налил он на плиту на бетонную чтобы он тоже мог пить все мой дорогой друг я попил пока давай лакай тоже нашел я в городе более культуре на место где к озеру можно подойти вот здесь вот кусок сквера короче говоря не раздолбанный я люблю балхаш похоже что он там даже какая-то набережная сейчас немножко подойдем посмотрим такая пустая набережная ничего на ней нету опять километры плитки куча лавочек высоченный зачем-то сделан вот этот бордюр вот если к нему подойти подойти то реально ты ни хрена не видишь из-за него потому что упираешься прям лицом вот скажу честно я абсолютно не в восторге от города потому что все расхерачено короче говоря сделано непонятно зачем и как зачем вот это набережная такой высоты сделано тоже непонятно в общем не знаю не зашло озеро красивая да но видимо где-то наверное скорее всего в диких местах надо на него гулять потому что здесь все побережье просто в мусором в таку полоска на что все в грязи в городе все раздолбана все копается везде разрушена ну на набережной имеются ввиду что около вот самого озера непосредственно а там в городе не знаю ну пока прошел до тоже не сказать что не блещет красотой гуляю еще по одному скверу продвигаюсь к местному дому культуры ну и тут стелла должна быть сейчас проберемся как-то туда скульптуры коней целый загон прикольно вообще выглядит в степи тоже много лошадей пасется и даже есть верблюды только у меня вот не получается все это заснять обычно в машине едешь надеюсь как-то получится верблюдов снять степи но вот здесь вот стелла балхаш такая симпатичная достаточно выглядит очень даже круто здесь тоже полным ходом идет и вот такой вот дигель разливной с металлом металл плохо видно там внутри красный а подальше может памятник академику михаилу петровичу русакову а это дворец культуры металлургов вот такая архитектурка старая все арки своды здесь какой-то тоже монумент центральный вход дворца металлургов вот стальвар солнышко мешает снимать как обычно не знаю так видно не видно она такая мощная национальный музыкальный инструмент домра по моему фонтан такой сделал очень так интересно выглядит правда суперски ну и венчает еще одна скульптура все это творение женщина с голубем в руке и серп и молот еще раз вид на полный ансамбль дворца металлургов гуляю по центру города вот такая архитектура интересно все серпами молотами то есть остатки советского наследия монумент в центре города видимо какому-то местному герою я не знаю кто но выглядит грандиозно вообще пришвартовался ребята я до своей гостиницы вот что-то я устал нагулялся надышался воздухом наобдувало меня морозным воздухом короче ветрами по самой анибалой силы кончились времени уже много надо заряжать аппаратуру всю потому что все сдохло ну и в общем у меня походу выхода нет как только оставаться еще здесь потому что сейчас пока я заряжаю аппаратуру но мне уже ехать я не знаю куда скоро стемнеется такая ситуация сейчас будем решать что делать как быть дальше в общем сейчас с кипячу воды заварю себе кофе есть у меня вот вяленое мясо я порезал все четыре кусочка и еще есть минут такая штука это местная курт называться это мне саня подогнал в тимиртал я уже конечно это дело пробовал ну вот сейчас вам покажу как это выглядит вот такими вот значит таблеточками сейчас попробую и расскажу свои вот ощущения я пробовал конечно там в тимиртал одну штучку такой это вот вторая во первых это твердо надо вкусить курт это типа сыра вкус тоже такой соленый соленый кисловатый ну такая сухая масса очень даже соленая перебор короче говоря надо чтоб вода была если что пить здесь у меня это дело есть поэтому можно курт есть на трассе конечно не получится потому что вода там дефицит ладно буду кушать доброе утро проснулся времени начала восьмого сейчас пьем кофе собираемся и надо сегодня ехать в алматы как-то 650 километров в путь не близкий попробуем добраться было бы круто если получилось выдвинулся я в дорогу времени пол девятого утра вот до алматы 640 километров на знаке написано ветер ледяной сильнейший холодно очень вот здесь вот развилка вот эта дорога на балкаш пошла а мне направо сейчас фура проедет вот видите знак балкаш вот видите знак балкаш вот такие супочки сапантичные проехал с мужиком километров 50 здесь вот ремонт дороги блин негде встать стопить вообще негде придется идти пешком дальше блин сейчас у ментов спросим далеко нет он стоят далеко мне идти бляха-муха вот это ремонт здесь пипец просто ох и чесать мне куда-то вон туда вдаль где фуры идут вот едем короче подобрал мне андрюха блин у нас оказывается общая тема и сплавами мы занимаемся и поиском там с металлодетекторами ходим такая вот ситуация была на дороге тоже можно встретить очень интересных людей едем до приозерска смотрите ребята видите белые образования такие в степи это вот солончак были озера вот остались такие соляные образования интересно смотрится вот вообще рядом проезжаем как будто ледник чаще всего уже конец мая начало июня уже сухой Балхаш видим рядом едем вдоль него поселок Сарышаган до приозерска до приозерска вообще недалеко осталось следующий приозерск до Алматы останется 500 километров в районе Балхаш совсем рядом едем в этом Виды на Балхаши, сверх хоккей Ландшафты начали меняться В районе Алматы начнутся горы Видите, степь начала вздыматься Вот и все, Балхаш остается позади Все темнеет на улице Минут через 15-20 год уже темно В общем, я устал, у меня нет сил Я добрался сегодня 600 километров к Алмате Ну и сейчас заселился я в гостиницу Что-то вообще тут дешево Сейчас скажу Ну рублей 500 стоит номер 3 500 по местному Я не знаю, сколько это будет на наш И потом попозже озвучу, если не забуду А сейчас пошел, рюкзак оставил Найти какой-нибудь Ну магаз или что-нибудь пожрать, купить Короче Или где-нибудь столовку, какую-нибудь перекусить Зашел поесть Заказал, короче, шашлык И фанту Ребята, у меня сегодня больше нет сил Короче говоря, в комнату приду В гостинку Там немного порассказываю о событиях А сейчас пока надо Я очень хочу есть и спать Это вот два желания Вернулся я обратно в гостиницу Ну и рассказываю, как обещал Значит, гостинка стоила 3 500 тенге Это по-нашему будет 440 рублей Вот так вот 440 рублей И, короче говоря, я сходил поел На 3 200 Это еще 400 рублей 840 рублей Все удовольствие Ну, для меня это, конечно, недешево Но Но я сегодня уже не могу Все По поводу еды Я заказал 3 кусочка шашлыка Мне принесли 3 шампура Вот, шашлыка Хлеб, лук А, и бутылку фанты Короче говоря Я чуть-чуть поел В меня ничего не влазит И еще мне с собой наложили Целый пакет шашлыка, хлеба, лука Вот такая вот ситуация, ребята Ну, сейчас покажу номер Ну, номер не фонтан Вот тут дверь входная Вешалка Вот кровать Вот такая большая Все такое обшарпанное Грязненькое, короче говоря Здесь вот стол, стул Телевизор И вот Есть даже в номере Туалет И душ С раковиной Ничего нет Не мыло Ни хрена Ладно, хоть бумагу туалетную Оставили И то хорошо Душ 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 А где душ? Ну, как понимаете Душа Тоже Нет Поэтому Мыться Здесь проблемное дело Ну, ладно Собственно говоря Я вчера мылся Поэтому не важно Тут что Окно Окно Как-то так Доброе утро Ну, что Уже Пятое Октября У нас На улице Надо сказать Что Здесь В Алматы Гораздо Теплее Намного Теплее Чем было В Балхаше Вот Я проснулся Помылся Доел Вчерашний шашлык Которого Было Просто Немерено Даже Ну, как доел Поел Скажем Вот так Отчасти Отнесся туда Администратору Чтобы отдала Какой-нибудь Собаке Или кошке Или кто У них тут Животное Вдруг Какие-то есть Ну, и все Сейчас буду Собираться И выдвигаться Надо как-то Попасть В сам город Я еду В Алматы Вот такой вот Крепет Это Тенчанские Горы Друзья Я в Алматы Гуляю Гуляю Сейчас Нужно мне Найти Банк Какой-нибудь Для того Чтобы снять Перевод С золотой Короны Сам себе Сделал Перевод Надо снять Редактор субтитров Снял я Деньги Свой Перевод Потери Конечно Очень Большие Идут При всем Этих Конвертациях Валют Но Делать Нечего Вот Считайте С 9000 Рублей Я потерял 800 На всех Конвертациях Вот такая Вот история Сейчас Пойду В Каспий Чтобы Положить Все это На карту Метрополитен Города Алматы Сейчас Покатаемся На метро Вот ребята Я и в метрополитене Внутри Раймбек О Раймбек Батыр Мне вот туда Сейчас пояс Придет С той стороны Вот такие Вот жетоны Интересные В Алмате Пластиковые Большие Уступны Экط Хлоп Д Daar О Хлоп Раймбек Прогуливаюсь вот в таких вот скверах, жарко стало, даже куртку снял, тепло на улице очень. Вот это вот театр, оперы и балета. А я пытаюсь найти памятник Виктору Цой. А вот и памятник. Игла. Так, брался. Так, брался. Стоял рядом с этим монументом. Можно и валить из Алматы дальше куда-нибудь. Сейчас буду решать, что делать дальше. Ну, Алматы город такой интересный. Есть что посмотреть, есть где погулять. Ну, а сейчас наплыв российских беженцев. Ни одну гостиницу не снять. Ценники бешеные, поэтому придется уезжать. Вот такая вот история. Фонтаны работают. Везде. На улице тепло. Классно. Лето настоящее. Мой обед. Я, ребят, иду на маршрутку. Буду выезжать из города. Покушал, погулял. Ну, правда, ничего не фотографировал. Ну, снимать тоже практически ничего. Выехал я из Алматы. Километров, наверное, на 25-27. Здесь вот отворотка на город Каскелен. Ну, собственно говоря, до границы осталось километров, наверное, 200-250. До границы с Кыргызстаном. Вот так вот стелла оформлена в Каскелене. Верблюды все. Смотрится интересно, но туда не перейти. Поток машин большой очень. Смотрите, какой там монумент стоит на горе. Далеко, правда, нифига не видно. Машины мешают вообще жутко. Застопил машинку, немного переехал. На улице дождик накрапывает. Посмотрите, друзья, какие горы. Ну, правда, тут всяких машин куча стоит. А вот там вот красивейшие просто горы. Дождь идет, поэтому все как в туманке. Наверное, сейчас пойдем развязку проходить, потому что здесь развязка. Много машин идет не туда, куда мне надо. Вот такая вот история. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Засадится. Как красиво смотрится все. Вот ребята. Идут с ребятами. Привет на фуре. Привет передает. Всем, всем, всем. Все, сука. Доехал я до отворотки на Кардай. Уже до второй. Вот, ребята, поехали на фуре. Первую проскочили, друг друга не поняли. Отсюда 50 километров до приграничного городка, до Кардая. Вот не знаю, может сейчас как-то, может позже. Может, не удастся сегодня доехать. Но будем пробовать. Ребята, волей случая так получилось, что я доехал прямо до границы с Кыргызстаном сегодня. И походу ничего не остается, как только переходить границу. Телефон уже в роуминге. В общем, все дела такие. Вот сама граница. А вот это все пробка из машин. Ребята, мне мурыжили, мурыжили, короче. На казахстанском пропускном пункте. Говорят, данных твоих нет. Наверное, полчаса высидел. Слава богу, пропустили. Все, иду в Кыргызстан. Вот, прикиньте, я немножко подсел на измену. Думаю, как это так. Меня теперь, короче, не выпустят, потеряли. Там какая-то фигня получилась. Фу, ладно. Теперь Кыргызия впереди. Не знаю, видно или нет, это река Чу. Вот такая опорожественная. Через нее граница проходит. Казахстан, Аскыргызстан. Ребята, я перешел границу. И сразу же, сразу, не отходя от кассы, налетели всякие, ну, люди, которые предлагают свои услуги, там, сим-карту купить, на такси отвезти, квартиру найти. Я, короче, от всех отбился. Пошел просто, вот, дорога вон там светится. Отошел от нее. И просто нафиг поставил палатку. Но здесь, в степи, такие колючки мощные. Просто охренеть. Как бы коврик не пропороли. Потому что у меня там все в колючках подо мной. Вот такая фигня. Ну, будем как-то с этим бороться, не знаю. Вот подослал под коврик этот тент. Ряда в четыре, наверное. Может, это хотя бы спасет. А, на палатку, если честно, пофиг, все равно говно. Ну, так что, сейчас буду тут располагаться дальше. Ну, в общем-то, о том, как я проходил границу, я вам уже рассказал, что у меня там данных не могли моих найти. Делали запрос на тот пропускной пункт. То есть, возинки туда. Вроде как разобрались, все нормально. Я прошел на киргизской границе. Все нормально, вообще без проблем. Так что, вот, все. Я нахожусь на территории Киргизстана. Начинается как бы путешествие по Киргизстану. Можете меня поздравить. Я расположился в палатке. Все. Короче говоря, я сижу и просто не осознал, ну, как бы осознал, но вообще не до конца, то, что, друзья, я пересек еще одну границу. Из России я переехал в Казахстан, погулял по Казахстану. Теперь из Казахстана я переехал в Киргизию. Блин, это вообще мощно, конечно. Что-то, блин, я это сама. У меня эмоций, короче, куча. Надо попить кофе. И, короче говоря, спать ложиться. Завтра будем все переваривать. Ну, или не знаю. Или я, короче, сегодня еще, может, поперевариваю. Я, наверное, пока не переварю все это, я не засну просто. Море эмоций. Вот такая вот история. Так что, Абхазия была, Казахстан был. Теперь, короче, вот еще Кыргызстан. Моя третья страна. Пока тут сижу еще, соображаю. В общем, ребят, мои впечатления по Казахстану. Очень не хватает леса. Мне вообще не хватало леса. Вот это все пустынно как-то, короче говоря. Ветра постоянная за счет этого. Вот. Ну, все равно своеобразная такая природа. Самый кайф это в степи, короче говоря, встречать рассвет. Смотреть, как подымается солнце. Такая красота неимоверная. Ну и закат. Когда вот солнце опускается в степи. Это очень красиво. Это просто потрясающе. Мне очень понравилось. Ну, города, скажем так, Алматы и Астана. Вот такие два основных города, в которых действительно есть где погулять, что посмотреть. Вот. Остальные города как бы в полу таком, в полу, в полу, не знаю, разрушенном состоянии. Вот. Хотя достопримечательности есть, но они все в запущенном в таком состоянии, реально в полуразрушенном. Вот. Ну и самое главное, что хочу сказать о Казахстане. Это потрясающие люди. Очень отзывчивые, добрые, внимательные. Мне за вот эти, сколько я был здесь, 15 дней, да, 15 дней я был в Казахстане, я ни разу не нарвался на грубость, на оскорбления, еще на что-то. В России у нас это в легкую, вот. А здесь такого нет. Все к тебе с уважением, нормально, все хорошо. Так что, народ Казахстана, это, наверное, его самая главная ценность. За что, ребята, спасибо вам, казахстанцы огромнейшее. Остались очень хорошие впечатления. И, дай бог, вы будете всегда такими, не будете меняться. Это очень важно. Так что, вот, мои впечатления о Казахстане. Спасибо большое Казахстану. Теперь будем оценивать Кыргызстан. Казахстан. Спасибо.